Титул это тяжелая работа победительница Миссис Вселенная Классик 2019 об участии в конкурсе личной жизни. 27 января 2019 года, 17-26 Анна Круглова, жительница Санкт-Петербурга Светлана Исаева, одержала победу в конкурсе Миссис Вселенная Классик 2019. На этот титул претендовали самые красивые женщины из Америки, Европы и Азии старше 40 лет. В интервью А.Т. Исаева рассказала, как проходил отбор на этот конкурс, какой образ она для себя выбрала, а также о своей семье, работе и увлечениях. Светлана, вы стали обладательницей титула Миссис Вселенная Классик. Что это за конкурс и как вы на него попали? Я попала туда после регионального отбора. Он длился почти полтора месяца. Финал состоялся 30 ноября 2018 года. Я получила титул Миссиса Шеф, Миссис Королева сцены и корону Миссис Санкт-Петербург в категории Классик. После этого организаторы делают рассылки на международные конкурсы. Мои фотографии были отправлены принимающей стороне в Софию, и они предложили представлять на конкурсе Россию как Миссис Классик Юниверсал. Что значит Классик? Классик – это дамы 40+. Старше было 62 года. Сколько вам лет? Мне 49. Сколько было номинаций? Сколько претенденток? Были 11 претенденток из Европы, Америки и Азии. Помимо короны королевы были еще 4 номинации принцесс. Какие были конкурсы? Как проходил финал? Финал длился несколько часов, он проходил в три тура, творческий конкурс, дефили в вечерних платьях и национальных костюмах, рассказ о себе. У меня национальный костюм был представлен по мотивам сказки Божова «Хозяйка Медной горы». Это было платье, расшитое малахитами и другими камнями. Для меня это очень русский персонаж. Хозяйка Медной горы, хранительница гор, самоцветов, недр земли. Она защитница и при этом красавица. В моем представлении это некий собирательный образ женской зрелости. И я решила, что именно он и будет представлять нашу огромную страну, в которой живет много больших и малых народов. Россия – большая, необъятная, и у нее есть женщины-хранительницы. Какие были впечатления, что запомнилось? После финала конкурса мне пришлось почти два часа принимать поздравления, фотографироваться, отвечать на вопросы журналистов. А в корсетном платье, которое было на мне, я могла только стоять. К тому же каблуки-шпильки были длиной 16 сантиметров, и я себя ощутила в роли Маргариты на балу у Валанда. Она там стояла и принимала гостей, у нее болели колени, от того, что к ним постоянно прикладывались. То же самое происходило и со мной. В какой-то момент мне казалось, что от улыбки, которую я держала, у меня сведет щеки. А еще отвалятся ноги. Но я стоически два часа работала королевой. Такие моменты понимаешь. Что корона и титу – это тяжелая физическая работа. Поэтому рекомендую всем девушкам, которые собираются стать принцессами, готовиться, тренироваться, заниматься спортом. Как поддерживаете форму? Я очень люблю массаж. В свое время я узнала, что такое индийский масляный массаж. И вот уже года три я исправно два раза в неделю бываю на массаже. Мой мастер из Индии. Он практически не говорит по-русски, но то, что он делает – это фантастика. Он работает не только с телом, но и с лимфой, с животом, то есть с женским здоровьем, которое после определенного возраста очень важно поддерживать. К тому же массажное масло очень полезно для кожи, для суставов. Стараюсь два раза в неделю ходить в бассейн. Очень люблю танцевать и свежий воздух. Иногда выдается возможность съездить куда-то на склон покататься на лыжах, побегать или покататься на коньках. Мы стараемся всей семьей выезжать. Но я не катаюсь со склона, потому что правильно это делать не умею, а неправильно, не очень комфортно. Поэтому мальчики на горе, а я на катке. Расскажите о себе. Чем в обычной жизни занимается королева красоты? Я окончила Петербургскую консерваторию по специальности актер музыкального театра. Моими педагогами были такие великие люди, как Александр Аркадьевич Белинский, Кирилл Николаевич Черноземов. Педагоги по вокалу Лариса Титуева и Тамара Новиченко, это педагог Ани Нетребко, мы примерно в одно время учились. После выпуска я немного поработала в театре, вышла замуж, родила сыновей, и театральной карьеры не случилось. Когда дети подросли, я окончила курс режиссуры телевидения у Бориса Иосифовича Гершта и работала на телеканале СТО в программе «Полчаса без родителей». Уникальная программа, за три минуты обо всем на свете для вас расскажут дети. Очень интересный для интеллектуального развития был проект, на котором я отработала три года. Потом телеканал закрыли. Был опыт работы в Доме молодежи, затем исполнительным продюсером. А сейчас, насколько я знаю, у вас свое дело. Да, после этого я открыла общественную организацию Академии странствий, которая занимается благотворительными проектами, городскими фестивалями, государственными праздниками. Мы участвуем в тендерах, выигрываем контракты и организуем мероприятия. Один из фестивалей, которые мы делаем, это «Звезда», рожденная в Петербурге. Берем за основу творчество композитора или деятеля культуры, связанного с нашим городом. И молодые исполнители знакомят с его творчеством. Другой фестиваль – Александр Невский. Ижорская земля. Это большая трехдневная реконструкция. Также я являюсь директором музея Диоромы Александр Невский. Ижорская земля, которая находится в междуречии Жоры и Невы, где начиналась история Александра Невского как правителя земли русской, его восхождение. Я много занимаюсь этой историей, просветительством. В 2021 году будет 800-летие Александра Невского. Мы готовимся к этой дате. Плюс ко всему у меня есть своя музыкальная группа, я пишу музыку. Это в свободное от всего прочего время. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о семье. Мы с мужем в браке уже 20 лет. У нас двое сыновей. Старшему сыну 22, его зовут Роман. Он с 14 лет работал у меня на проекте, окончил музыкальную школу, сейчас работает диджеем. Он студент Академии культуры. Младший сын учится в 166-й гимназии. Увлекается гитарой, занимается подводным плаванием, компьютерами. У нас очень дружная семья, все друг друга очень поддерживают. А муж как относится к тому, что его жена теперь получила титул? Не ревнует. Мы очень большие друзья. И наш брак как раз строится, скорее, на дружбе и взаимной любви. В свое время моя бабушка, которая прожила достаточно тяжелую жизнь, как все их поколение, говорила мне, «Если ты хочешь, чтобы у тебя была крепкая семья, твоей самой главной подружкой должен быть твой муж». И я рада, когда слышу от своего любимого мужчины, что он счастлив, что у него такая жена. У него даже на заставке телефона моя фотография. И утренний кофе – это его все годы нашего брака. При этом мы стараемся сохранять личную территорию каждого. Каждый сам ставит себе какие-то ограничения, понимая, что неправильными действиями может огорчить своих близких. Но это уже наша степень ответственности. Это как с ребенком. Если ты его все время одергиваешь, ему, наоборот, хочется это сделать. А если это его ответственность, то вроде как уже неинтересно. Муж мне часто говорит, что он счастлив, что мы вместе прожили 20 лет и что он каждое утро просыпается рядом с красивой женщиной. И, глядя на своих ровесников, он понимает, как ему повезло. Как мужчину его это очень вдохновляет, поддерживает и дает ему хороший импульс. Чем ваш муж занимается? Он занимается автомобилями. У него свое авторское тюнинговое отелье. Плюс ко всему он много помогает мне. Например, он директор в музее Диораме. А еще завхоз и стопник. И вообще там все на нем. Все настоящее хозяйские дела. Потому что музей, к сожалению, на печном отоплении. И там очень много требуется от мужа. Музей – это автономное учреждение, создан на деньги жителей поселка Устежора. Он выживает своими силами. Муж был с вами на конкурсе. Нет, он поддерживал меня здесь вместе с мальчиками, взяв на себя тяжелый груз, поддерживать бизнес, который мне на дне конкурса пришлось оставить. Возвращаясь к вашей работе, расскажите о самом важном проекте, которым занимаетесь сейчас. В эти дни начинается череда различных мероприятий, посвященных 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Проводим праздничный концерт в Ижоре, два митинга, праздничный концерт для ветеранов и для детей войны. Потому что ветеранов в живых осталось совсем немного. Сейчас это больше уже дети войны, рожденные во время и после нее. Субтитры создавал DimaTorzok